Приветствую вас, уважаемые друзья! Меня зовут Эмиль, это канал Slava.United, и сегодня, как вы видите, мы посмотрим с вами на демо-версию FIFA 14. Честно говоря, не так я ждал эту демо-версию, как демо-версию Pro Evolution Soccer, но не случилось, и Konami пока что ее еще и не выпустили, да и вряд ли выпустят. Вот, наверное, мы сразу полную версию пьесы посмотрим. Что касается FIFA, то, в принципе, особых изменений в 14-й части от 13-й, ну, не ожидается, по крайней мере. Естественно, вот здесь они, разработчики, нам написали, испытаете непередаваемую эмоцию от забитых голов, нововведения делают игру более реалистичной, чистый удар, реальная физика мяча. Вот, знаете, когда нечего писать, всегда пишут про физику мяча. Если вы, может быть, обращали внимание, в каждой новой версии FIFA улучшается физика мяча, и если, там, не знаю, проследить эту особенность по хронологии с 2004-го года, сейчас физика мяча уже даже лучше, чем настоящего мяча. То есть, понимаете, что вот то, что пишут здесь разработчики, это абсолютный бред. И, ну, посмотрим сейчас в игре, может быть, действительно, мы увидим какую-то невероятную физику мяча. Она и так была хорошей в FIFA 13, и вообще, вся физика в FIFA 13 была идеальной практически. Что здесь можно еще изменить? Не знаю. Новая особенность, точность движений позволяет игрокам наносить удары, разворачиваться и менять направление движения с той же скоростью, что и реальные футболисты. Ускорение игроков стали более реалистичными благодаря обновленному игровому процессу. Ну, что же, это мы тоже сейчас с вами посмотрим. Мы давайте мяч, но я не хочу читать, это вы уже сами почитаете, наверняка демо-версию скачали. В принципе, здесь там разработчики нам пытаются вешать на уши лапшу. Ну, все, я думаю, в демо-версии играют за Барселону. Я буду, кажется, Милан, что мне... Против, наверное, против кого? Барселоны. Бока Хуниорс. Манчестер Сити. Да, я не люблю Манчестер Сити, поэтому хочу сыграть с ними. Ну, просто потому что я болею за Юнайтед. Хотя, хейтерам Манси я не туляю. Просто я их не люблю. Так, геймпад. Я не хочу вставить ничего в ручной режим, потому что FIFA это такая игра, где... Либо ты умеешь в нее играть, тогда все делаешь в ручном режиме. А если не умеешь, ставь все на автоматы, тогда... Ну, тебе будет просто проще. Если сейчас я поставлю все это на ручной режим, я там просто ничего не смогу сделать. Да, кстати, уровень сложности. Мировой класс легендарный. Мировой класс, ну, что нам терять? Я не играл в FIFA, наверное, месяцев пять. Причем даже в тринадцатую. Посмотрим, что будет в четырнадцатую. Из удара парашютом удерживайте левый бампер и выбирайте силу удара с помощью B. Ну, давайте попробуем. Ну, попал, смотрите-ка. Причем так это необычно. Кстати говоря, я забыл отключить комментаторов. Это меня не очень радует. Если английских комментаторов слушать еще можно, то вот наши... Наши просто надоедают уже спустя три матча. Кстати говоря, можно, интересно, их отключить? Вот, вот, меню. Но они сделали новое меню за год. Спасибо, EA. Вы красавцы. Сделали новое меню. Выбор стороны, параметры игры. Так, параметры игры. Камера, изображение, звук. Вот, звук, комментаторы. Простите, ребятки, я вас выключу. Здесь, смотрите, празднование. Что это? А, вот, вот. Ну, прикольно. Ты же не в беге, завершающие действия. Да, тут целые комбо, как в Mortal Kombat. Еще, наверное, есть Fatality за Балателли. Раз, и всех соперников сразу уложить. Что я могу сказать по поводу геймплея? Да я ничего не могу сказать по поводу геймплея. Он, в принципе, такой же. Ну, немножко изменена вот система ускорения. Ну, что вы там все упали? Смотрите, как он, манталиво у нас поднялся. И удар головой от Марио Балателли. Давай, Марио, покажи Джохарту его место. Ну, что ты подойти к нему не можешь? Просто не стеснялся. Марио подойти к Джохарту. И у нас в Ман Сити развивает атаку. Вот сейчас какой интересный был момент. Так. Закрытие больше не показывает подсказки. Потому что там, видите, подсказки раздражают телекамера. Так, ну-ка, поближе, поближе. Стоп. Снижение. Давай, снижение. Вот он бежит. Так. Так, я скрою. Вот он бежит, бежит. Вот он, вот момент. Начирина его так встретил, что... Ну, не прошел сквозь него. Хотя здесь резко дернулся даже. Такой бак в анимации небольшой. Но это не страшно по сравнению с теми косяками, что были в Pro Evolution Soccer. Да в прошлых частях вообще. Это просто красота. В прошлых версиях FIFA, что мне не нравилось и... Что не нравилось всем поклонникам настоящего футбола, а не аркадного беспредела, какой игрой FIFA все время и является. Ну, и грань для тех, кому хочется отдохнуть. Кого реальный футбол напрягает, вот все эти перепасовки занудные в центре поля. Здесь все это происходит быстро. Центр поля проходится двумя-тремя передачами. И вот мяч уже в штрафной. Все, угловой. Все. Вот так вот. Вот так вот FIFA и выглядит. И эта часть не исключение. Единственное, что изменился контроль мяча как-то, по моему мнению, он стал больше похож на PES. Но если вам так кажется, то пишите в комментарии. Я почитаю. Может быть, не я один такой. Манчестер-Сити, между тем, пытается тут нам показать класс. И покажет сейчас нам класс, я думаю. Но наши защитники не дремлят. Правда, никого на подплате нет. Сфернардинио, бывший шахтер, прорывается, всех в дураках оставил, отдал на Насри. Насри поднасрал партнером. Лица все такие же деревянные, но улучшения графики нам никто и не ждал. Вернее, никто не обещал. Никто поэтому и не ждал того, что лица вдруг сразу преобразятся. Аббаты неуклюжими, о чем работал. Ну и я там скриворучил в этом моменте. Ну, кстати говоря, если вам интересны более-таки авторитетные мнения об этой игре, да. Точнее, не авторитетные, а даже, если вам интересны обзоры, если вам интересны какие-то аналитические высказывания, сравнения, то вам не сюда. Я просто хочу посмотреть, как изменилась игра и высказать свое личное мнение по отношению к этому. И больше ничего. Ну, пасы стали проходить, и все стало еще более просто в этом плане. Все-таки уровень сложности-то предпоследний, но защитники играют настолько цепко, что возможности нанести удар нет. Я же говорю, я в Fire не играл месяцев пять. Последний раз заходил. Когда я заходил-то, я не помню. Ну, соперник-соперник тоже хорош, без сомнения. Но мы попробуем. Так, а уже тайм закончится. В демоверсике все это очень быстро происходит. Мало что изменилось. По-моему, только шрифт. На всех этих менюшках изменился только шрифт. Там показывают повтор, и вот сейчас пишут, в чем, собственно, весь сэрбор, сейв, промах и так далее. Ну, здесь скорее не промах, а здесь хорошая игра защитников. Ну, а Насри совершил ненужное технико-токсическое действие. Бестов бы за такое, ребята, убил. Я вам отвечаю. Потому что, ну смотри, ты куда бьешь, а, Насри? Поднаслал просто, как крыль. Именно так, я думаю, Александр Викторович был отозвался в этом моменте, хотя... Не факт. Так, посмотрим, что у нас здесь. Да ничего, тут показывать нечего, понимаете? Та же самая игра. Если бы не вот это меню, да, и... Я вообще не знаю, что они делают целый год. Изменений... Да практически нет. Кроме... Кроме, может быть, дриблинга, действительно. Что-то, может быть, действительно они поменяли в дриблинге. Может быть, физика мяча здесь настолько великолепна, что... Повеситься хочется от того, сколько в ней изменений, от этой физики мяча. Бонеро. Восстановил мяч Бонеро. Стоит, стоит, стоит. Оп, подманил. И пошли дальше. Пошли дальше. Начирина пасует на Эль Шарави, который своим иракезом сейчас поразмыслил. Отдал пас вперед. Не особенно получилось. В итоге сбил соперника, который врезался в Эль Шарави, как в стену. На самом деле, многие... Многие игроки ждут релиза от игры на Xbox One и PlayStation 4. Я, честно говоря, не играл. И только видел ролики, да, на этих консолях. Если судить по роликам, там все практически то же самое, с исключением, ну, каких-то мизерных изменений в графике. Ну, чуть получше это все выглядит, но, опять же, не на целое поколение консолей. То есть, не так, что посмотрел на это и сказал, вау, да это же абсолютно другая игра. Судя по ролику, все то же самое. Ну, да, там полностью перерисованные стадионы, может быть, еще какие-то фичи. Но, по большому счету, игра выглядит практически так же. Замена у Манчестер-Сити. Гаррет Барри вступил в игру. И Манчестер-Сити начинает давить. А мы считаем, что для замены еще рано мы будем играть, как школьники, которые не знают, что в этой игре можно производить замены. Которые играют одним составом. Да, в принципе, ну, FIFA, она к этому и располагает. То есть, игра идет настолько быстро, что тут не успеваешь подумать. Тут успевают только нажимать кнопки, да. Кто-то скажет, а в чем тут суть спортивных симуляторов? Быстрее нажимать кнопки, чем твой соперник. Вот и все. Ну, дриблинг, дриблинг от Эль-Шарави. Дриблинг от Эль-Шарави был довольно бесполезен. И Эль-Шарави продолжает провоцировать Туре на отбор. Но Туре хороший, хороший футболист. Не купился ни на один из финтов. Клеши. Против Клеши Рабиньо. Рабиньо. Побегал, побегал вокруг Клеши. Позволил ему отдать передачу на Насри. Насри никто не атакует. Ну, как так можно играть в защите? Как так можно играть в защите? Ну, все в порядке. С пожаром. Но справились. Это Констант. Отдает на Насри. На Насри. На Насри. Ну, что ж ты делаешь? Вот же у тебя партнер. И снова Эль-Шарави здесь пытается, пытается что-то предпринять. Отдает пас. Ну, все как криво, потому что я не умею играть. Вместо Сергея Агуэра выходит этим Джеком. Ну, Джеком сейчас нам покажет. Джеком умеет на последних минутах забивать. Наверное, супер скилл какой-то. Способность. Голевое чутье на последних минутах. Его нет весь матч, а потом она раз и появляется. И забивает Эдину в решающий момент. Итак, значит, свисток. Мы за матч ничего не показали. Даже не нанесли ни одного удара. И вот с таким лицом можем смело переходить к серии пенальти. Уж надеюсь, в пенальти нам повезет больше. А хотя нет, мы же нанесли один удар. Но, правда, и тот головой в исполнении Марио Болотель. Я больше жду демоверсию Песа. Ну, потому что в Песе реально будет что-то новое. А здесь изменения можно пересчитать по пальцам одной руки. Да какой одной руки, не знаю, токаря, который не соблюдает технику безопасности. У которого вообще пальцев нет. Итак, статистика. Еще более скудная, чем обычно. Потому что я не особо умею играть. Продолжить матч. Сразу в серии пенальти. Эль Шарави. И удар какой блестящий. Харт чуть не ударился об штангу со злости. Так, ну давайте классически так мы... Оп. Ну нет, Джека. Джека решил... А ну вас. И пробил штанг. Так, Марио Болотели. Бьем туда же. Еще Харт подвоха не почуял. Итак, Гаррет Барри. Ну что ты нам предложишь, Гаррет? Ты же не Гаррет Бэйл. Гаррет Барри. У вас первые две буквы фамилии одинаковые. Так что ты завел гол. Молодец. И мы продолжим бить туда же, куда мы и били. Джо Харт никак не уразумеет, что мы бьем влево от него. Давид Силва. Ну давай, Давид Силва, удивляй. Ну... Как ему сказать? Объятие оказался в дураках. Ночерина. Мы продолжаем нашу стратегию. И Джо Харт все никак не поймет, что прыгать-то надо. Извини меня, Джо. В другую сторону. Если сейчас наш соперник забьет... Господи, Аббада, что у него за... Что у него с лицом? Он такой укуренный. Просто до ужаса. Самир Насри. Насри! Ну вот, Насри. Два раза за матч поднасрал. Ну что ж ты... Что ж ты будешь делать? Я... И вот смотрите, как радуется. Они же выиграли товарищеский матч в серии пенальти. Ой, красавчики. Ну просто от радости они, наверное, сопьются и будут бухать вместе с Милевским. А вот это Эдин Джека, его неудачный промок. Давид Силва, да. Давид Силва обыграл наше объятие. Ну и объятие там. Попал в объятие партнера. Что дальше мы увидим с вами? Мы с вами увидим рейтинг игроков. Оценки. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Это мяч за лучшего игрока матча Но надо сказать, что Если учить, что мы ни одного удара толком не нанесли Это все справедливо В принципе, меню очень красивое Очень современно выглядящее Я больше чем уверен, что в Pro Evolution Soccer Мы увидим что-нибудь в стиле Ну, либо 9-го Песа Что будет не так плохо Либо Песа 13-го Который, в общем-то Не удивил красотой меню И лично для меня Я никогда не любил EA Потому что они, как никто другие Любят рубить бабло И не делать при этом ничего Нового Мне обязательно Много батик фифы напишут в комментариях Что Чувак Понимаешь, что здесь есть Ultimate Team Я говорю, да, я понимаю И чисто из-за сетевых режимов FIFA все равно купят По сути, игра мало чем отличается от FIFA 13, 12 и даже 11 Если запустить, там все будет то же самое И вот этот идиотский тренировочный стадион Но FIFA будут покупать просто потому, что это FIFA Была куча придурков, которые покупали FIFA 10 на компьютеры При том, что Ну, Пес был тогда настолько лучше, что играть в FIFA И при этом Не просто играть в FIFA Ладно бы тебе, она просто нравилась Потому что ты такой мазохист и извращенец Так эти люди еще и упорно доказывали, что FIFA 10, FIFA 9 лучше, чем Pro Evolution Soccer от аналогичных годов Это уму не постижит Ну, а если FIFA выпускает что-то качественное Как в случае с FIFA 14 У этой игры будет поклонников намного больше, чем у PES Которые проделали большую работу Которые проделали большую работу И теперь Pro Evolution Soccer будет выходить на новом В основном движку Но на это закроют глаза Потому что У нас По крайней мере у нас в стране Да У нас FIFA это бренд настолько недостижимый Что Она Разработчики вот ей должны сделать полное говно Чтобы люди купили Pro Evolution Soccer И не играли в эту страну Они должны выпускать говно Наверное, несколько десятилетий подряд Чтобы народ понял, что это говно И что PES намного лучше Но Естественно, FIFA держит марку И все-таки FIFA 14 Игра более чем сносная Пусть и с маленьким количеством улучшений Но Они же все-таки физику мяча Сделали Не просто так Вот смотрите, как Месси Пробил Это же Ну, физика мяча действительно потрясающая Как вообще физика в этой игре Пес рядом не валялся Может быть, конечно, новый движок там У них меня поразит еще сильнее Чем вот эта физика мяча Ну, я в этом Не уверен Потому что Konami там даже дождь сделать, по-моему, не смогли Ну, еще одна проблема Которую я не могу не затронуть Это лицензии И меня Очень удивляют люди Которые играют на персональных компьютерах И ноют про то, что Ноют, ноют Из-за того, что В Pro Evolution Soccer Мало отсутствуют лицензии И что Им тяжело играть Там за North London И так далее Друзья Через месяц Ну, может быть, подольше В связи с переходом на новый движок Выйдет уже патч Я понимаю, консольщики негодуют Которым патчи ставить В логу На консолях В прежнем будет номер один Но на ПК Если вы не можете поставить патч Значит, вы Криворукая днищик А есть еще такие Индивидуумы, которые говорят Мне не нравится играть с патчами Я играю только На чистой игре Ну, что ж Играешь на чистой игре Ну, не жалуйся тогда FIFA же будет Барселона Эксклюзивно сделанная Можете себе представить А в песе Барселона Не будет Ну и как бы Фиг с ним Патчи выйдут моментально То есть Глазом моргнуть не успеть Как уже выйдут патчи А вообще Вообще игра Хорошая Игра хорошая И если вы играли В тринадцатую FIFA Вы будете играть В четырнадцатую С большим удовольствием Потому что Потому что Она ничем не отличается Если вам нравилась Тринадцатая Четырнадцатая Будет еще лучше Ну, первое время Я не понимаю Как в это можно играть Долго Больше месяца Например Очень быстро Мне надоедают Однообразные игры Такие как FIFA Да и пес В принципе тоже В последние годы Не особенно радовал Поэтому я думаю Что Каждый найдет Своё Любители Сетевых режимов Так вообще Будут как рыбы В воде Тут И ультимейт Тимп И кооперативные сезоны Короче говоря Все очень хорошо Есть много Выбора Самое главное Много выбора Если есть выбор Это уже Большой плюс Кто-то Выберет FIFA 14 Кто-то Будет Играть В Проеволюшен Сокер 2014 Выяснять Что из них Там лучше Это Глупость Каждый Выбирает Своё Я надеюсь Что вам Понравилось Это видео Увидимся В следующий раз Наверное В обзоре Песа Да Скорее всего В обзоре 2014 Песа Ладно Удачи вам И до свидания И так мы уже Заболтались